Во-первых, я хотел бы сообщить о том, что сделанное на фракции Народный фронт заявление о необходимости привлечения к уголовной ответственности судей Конституционного суда, которые в 2010 году приняли незаконное решение в интересах Януковича, его главы администрации и всего его клана вернуть Януковичу те полномочия, которых у него не могло быть по Конституции и по закону, начато. Служба безопасности Украины, в том числе на основании обращения народных депутатов фракции Народный фронт, заявила вчера о начале такого криминального производства, в рамках которого судей Конституционного суда должны быть допрошены о мотивах принятия такого решения и о правовых основаниях, на котором они его приняли. Напомню, что именно это решение можно считать началом диктатуры Януковича в Украине. Когда в его интересах было принято решение дать ему единолично назначать министров, плевать на парламент, который к тому же безмолвствовал, это и стало началом его власти, которая привела к расстрелу мирных граждан на Майдане. Партия Народный фронт заявляет о полной поддержке подобного расследования. Мы считаем, что те судьи Конституционного суда, которые голосовали за незаконное решение передачи Януковичу полномочий, которых у него не могло быть, не должны быть судьи Конституционного суда и должны ответить за сделанное. Сегодня в 15.30 группа депутатов фракции Народный фронт будет в Службе безопасности Украины встречаться с Валентином Наливайченко. Мы хотим, чтобы данное расследование не было лишь пиар-шумом. Мы хотим, чтобы данное расследование Службы безопасности Украины было реальным, чтобы эти судьи были допрошены, чтобы по ним выносились процессуальные решения, которые помогут установить истину по делу. Кроме того, мы напоминаем, что 16 апреля назначено слушание в Конституционном суде по делу о признании неконституционным закона иллюстрации. Мы считаем, что те судьи, которые в интересах Януковича принимали незаконные решения, не должны судить, правильно или незаконно принять закон иллюстрации. Они не в состоянии давать правильную оценку, потому что на них, как и раньше, может оказываться давление Януковичем и его кланам. Если вы посмотрите на список судей Конституционного суда, назначенных после прихода к власти Януковича, там значительное число выходцев из Донецкой области, которые назначались по принципу личной преданности Януковичу. В частности, это один из судей, который был председателем Янакиевского городского суда, в котором пропали по странным стечениям обстоятельств уголовные дела из архива, которые касались непосредственно Януковича. Спасибо за внимание.